Друзья, всем привет! Вы на канале Клинликар, меня зовут Дмитрий. Ваш любимый формат. Кстати, ваш любимый формат. Давайте вместе подумаем о названии для этого формата. Такое, потому что он немножко не формат в нашем формате. Поэтому давайте-ка в комментариях напишем, как можно назвать эту рубрику. Потому что, когда мы проводим то же самое в Инстаграме, ВКонтакте, ну там все просто, это прямой эфир. А как в рамках нашего канала это назвать, честно говоря, я не знаю. Смотрите, друзья, у нас получилась небольшая пауза. Сейчас расскажу, почему она получилась. Ну и раз уж получилась пауза, давайте сегодня поговорим о новостях, о тех вещах, которые за это время произошли. Ну, во-первых, давайте все-таки по поводу прямых эфиров. Я, с одной стороны, немножко все-таки решил подзабить на канал. Ну, типа, думаю, блин, давайте, если я усилюсь в рамках прямых эфиров, ну, допустим, больший еще акцент сделать на Инстаграм, то, наверное, этого хватит, чтобы не снимать вот эти вот ролики для Ютуба. Но нет, вы все равно настойчиво меня выталкиваете на Ютуб. То есть я хочу сказать, что, во-первых, напоминаю, практически на регулярной основе, то есть каждый четверг 20.00 по Москве мы проводим прямые эфиры ВКонтакте. Также мы более внимательно стали относиться к Инстаграму, потому что действительно кому-то удобнее ВКонтакте, кому-то в Инстаграме. Раньше мы просто включали Инстаграм, типа, вот смотрите, как мы проводим прямой эфир для ВКонтакта. Сейчас все-таки я стал отвечать на вопросы из Инстаграма. Инстаграм тоже расшевелился, поэтому прямой эфир стал занимать, ну, последний прямой эфир, благодаря тому, что вниманию уделяется Инсте, я занял 2 часа даже, по-моему, с хвостиком. Поэтому это, с одной стороны, очень здорово, но, с другой стороны, когда мы с вами рассуждали о том, что еще будут прямые эфиры параллельно и для Ютуба, это мы не вытянем. То есть если мы сделаем прямые эфиры для Ютуба, ну, это, во-первых, будет другой канал, не этот однозначно. И второй момент, это будут отдельные прямые эфиры, потому что, ну, мы просто не вывезем. Это 3-4 часа будет тянуться, ну, это жесть. Ладно, в общем, не забывайте, то есть кто скучает по этим форматам, потому что, видите, мы сейчас реанимируем, получается, канал в этом формате, и это сейчас пойдет не всем, я прям уверен. Вот, но эта болтовня, я смотрю, вам очень нужна. Пауза, которая произошла. Ну, то есть, смотрите, сейчас спад сезона, вроде бы можно было перевести дух, отдохнуть, но мы на самом деле используем всегда это время для одной цели. Подвести итоги, посмотреть, что было круто, что можно сделать еще круче. Ну, то есть, такая работа над улучшением себя. Собственно, в этот раз мы то же самое сделали, и тут есть чем похвастаться. Мы запустили одну штуку, которая вот мы с парнями на днях подбивали итоги этого запуска, и он оправдал... Нет, не так. Он не оправдал надежду, он превзошел наши ожидания. Это очень круто. То есть, вы давно слышали о том, что у нас есть стандарт двойной проверки автомобиля. Мы немножечко решили изменить этот стандарт. Друзья, поймите правильно, я не готов сейчас объяснять во всех тонкостях, как это работает, потому что, ну, у нас не канал а-ля бизнес-тренинги для тех, кто открывает свой автоподбор. Поэтому такие советы я давать не собираюсь, но я просто расскажу ту фишку, к которой мы пришли. То есть, теперь тот человек, который перепроверяет автомобиль, он немножечко по другую сторону баррикад находится. То есть, он как будто не в одной команде с тем, кто искал. И это дало определенные результаты. То есть, человек с другой мотивацией, с другим подходом, и у него больше задача забраковать. Ну, вот если в двух словах и совсем просто объяснить, то, по сути, получается так, что его главная задача автомобиль забраковать. И мы даже, знаете, мы всегда были такие поликорректные, ну, то есть, всегда старались, чтобы клиент принял решение самостоятельно. То есть, вот мы вам вывернули автомобиль наизнанку, а вы уж решайте. Но вот этот наш второй сотрудник, мы дали даже такой карт-бланш, то есть, он имеет право сказать автомобиль, простите, говно. И вот недавно мы обсуждали закрытие, которое должно было состояться, но вот после вердикта другого сотрудника оно не состоялось. Не знаю, может кто-то будет потом жалеть, что его отговорили от определенного автомобиля. Но пока все очень классно, все очень на позитиве. В общем, подытожим. Вот такой вот интересный запуск. Он уже дает свои плоды всем реально нам, внутри нашей компании, очень им это все понравилось. Это дает очень классный положительный результат. Следующая новость, о которой хочется поговорить, это, блин, сорян, логотип BMW. Ну, не могу обойти стороной эту новость. На самом деле, вообще, это не тот формат, где мы обсуждаем новости. Ну, просто вот этот логотип BMW для многих, ну, для меня, как такого, знаете, старожила, тертого калача с точки зрения автомобилей, ну, для меня BMW это M-спорт в первую очередь. То есть, это такие, знаете, брутальные мужские тачки, в которой ты себя чувствуешь уверенно, находясь за рулем. То есть, мощный двигатель, который рвет. И тут этот логотип, который, ну, все-таки такой, знаете, в эпоху электрокаров. И в целом-то он же был и презентован на электромобиле. То есть, ну, кто не знает, погуглите. В общем, пропал фирменный черный ободок. То есть, он теперь стал прозрачным. То есть, соответственно, на автомобиле логотип будет выглядеть следующим образом. А вот так мы фоточку сюда вставим. Вот так теперь будет выглядеть новый логотип. Так что пишите в комментариях, что об этом думаете. Ну, то есть, какая-то пластмасса, я скажу, от себя. Ну, то есть, какая-то вот брутальность BMW, по-моему, здесь теряется. Может, стоило вообще этот значок оставить для гибридов, электрокаров. Ну, то есть, ну, как бы разделить. Ну, фиг знает. Ребят, особенно те, кто BMW любит, напишите, что вы об этом всем думаете. Следующая новость на сегодня это Автору. Очень многие задают вопросы. Автору меняется, это видно. Куча всяких приколюх появляется. Вообще, сайт, ну, из прошлого сайта по размещению и объявлению о продаже автомобилей превращается просто в серьезнейший ресурс. Понятно, что как только Яндекс приобрел Автору, это уже нечто другое стало. Понятно, что эти деньги, вложенные в покупку Автору, нужно возвращать, нужно отбивать. И это муха пролетела. Надеюсь, так, ладно. Нужно отбивать, нужно возвращать. И вся та реклама, которая вкладывается, ну, вернее, все те деньги, которые вложены в рекламу, это блогеры. Вы сейчас видите, да, что куча блогеров автотематики рекламирует Автору. По телеку, по радио, да везде. Лица серьезные куплены Автору, чтобы рекламировать себя. Это тоже все придется монетизировать, отбивать. Так вот, есть ряд новостей, которые я не хочу освещать, потому что, ну, автолюбителю это не так важно, хотя некоторые фишки стоит обсудить. Но главный вопрос, который вы задаете, цена. То есть кто-то, ну, вот все как-то шушукаются, но никто не может понять, к чему это ведет. Вот смотрите. Первое. Фишки. Короче, можно ряд их упустить, но одна нас касается. То есть людей, которые размещают объявления. Есть такая тема, как переадресация вызова. То есть я, например, разместил объявление, но я сейчас на работе, не могу взять трубку, мне звонят люди. И если я не взял вовремя трубку, то звонок переадресовывается. Продано это как удобная штука для покупателя. Но она неудобная и неполезная. Я честно скажу свое мнение. Я считаю, что это полная жесть, потому что я подготовился уже к конкретному варианту. Он меня интересует, меня в итоге перенаправляют на профессионального продавца. Я насколько понял, что перенаправление идет именно в салон. И там уже за меня берутся и, собственно, склоняют покупки их варианта. То есть не каждый устоит, друзья. То есть не каждый устоит в диалоге с профессиональным продавцом. Это момент первый. Если я ошибаюсь, если переводят все-таки на следующее, грубо говоря, объявление, в том числе это может быть частник, ну тогда окей, это не так страшно. Но все равно неприятно. Может он лучше продавец, чем я. Второй момент это то, что... Ну то есть смотрите. То есть давайте подытожим. Первое. Вы можете купить не совсем то, что хотели. Потому что этот вариант вы уже как-то пощупали. Там не знаю, пробили по автотеке, например. И далее по списку. И вы купили не то, что хотели. Или для того, кто размещает объявление, это тоже не сильно прикольно. Потому что я из-за того, что я сейчас на работе, я теряю потенциального покупателя. То есть я ему перезвоню через 30 минут, через час. Но он уже едет смотреть другой автомобиль. То есть как бы такая себе услуга, если честно. А вот теперь по поводу цены. Многие слышали. Вот это вот, кстати, шушук, они постоянно идут. Цена услуг автору постоянно поднимается. То есть о чем речь? Платные объявления для профессионалов рынка поднимаются. То есть цена растет. Поднимается ценник очень резко. Не просто на какой-то определенный процент, а чуть ли не в 2-3 раза уже на данный момент. С тех пор, как автору приобрел Яндекс. Друзья, многие говорят, что да фиг с ним, это ж пляжет на плечи салонов, на плечи перекупов. Вы уверены? Вот вы знаете, я недавно услышал такую версию, что ценообразование на вторичном рынке, это типа такая фигня, а вот там, ну типа вот вообще, куда ветер дует, там туда и цена. Нет. Там, где есть деньги, все будет регулироваться. Допустим, взять рынок Санкт-Петербурга. Есть несколько автосалонов, которые являются самыми крупными игроками на этом рынке. Вы что, серьезно думаете, что они не влияют никак на рынок и не способны никак оказать влияние на ценообразование? Вы заблуждаетесь. Я вам честно скажу, вы очень сильно заблуждаетесь. Поэтому, подведя коротенький итог, то есть я не хочу сейчас сильно это все рассусоливать, поднятие, подъем вот этой цены, он может лечь на наши плечи. Если вы считаете, что ценник там, ну смотрите, там может привру, мы уточним этот момент, цена размещения объявления для дилера сейчас дорастает уже, по-моему, до 5000 рублей. Вроде бы это немного, но на самом деле в рамках крупного дилера, где продается очень много автомобилей, это ощутимый пункт трат в месяц появляется. То есть, вот вам доказательство, многие дилеры даже стали уходить со втору. Поэтому, друзья, вопрос только таков, либо уходить со втору, либо перекладывать это на чужие плечи. Ну, собственно, вот эти вот денежки. Поэтому я бы сильно не радовался, что типа автору наказывает перекупов, там вот как я такие вещи слышал, класс, пускай это все становится дороже. Нет, не питайте иллюзии, это все совершенно запросто может лечь на ваши с нами плечи. То есть на плечи тех людей, которые покупают автомобили. Следующая новость касаемо дубликатов ПТС. расстрою тех людей, которые боятся вот этого, вот это слово, дубль ПТС, оно вводит нас в страх. Дело в том, что по новым правилам, которые вступили уже в 2020 году, работает такая система. То есть автосалон купил автомобиль на продажу. Мы рассказывали неоднократно, что вы как продавец автомобиля можете снять, приостановить регистрацию этого автомобиля. Салону в том числе это выгодно. Поэтому это сейчас происходит практически в 100% случаев, если машина продает через салон. Продавец предыдущий идет в МРЭО, пишет заявление, аннулирует регистрацию автомобиля. И получается, что тот человек, который купит этот автомобиль, он получит новые номера к этому автомобилю. Об этом мы еще с прошлых лет знаем. То есть те номера, они действительно, он получает новые, но еще и ко всему, новый ПТС. То есть теперь, даже если в старом ПТС была всего лишь одна запись, машина была в одних руках, то теперь, даже с такой красивой историей, автомобиль может иметь дубль. Поэтому, друзья, вот такая вот интересная новость. Наверное, на сегодня хватит, потому что это может быть бесконечно. Напомню вам про Инстаграм, про Контакт. Заходите туда, там это все происходит более живо, более интересно, более в такой диалоговой с вами форме. И немножко про спойлерю. Сделаю отдельный ролик на тему автотеки. В автотеке, ну, многие слышали, что автотека становится некой вот этой жестью, где может быть машина хорошая, история плохая, и она становится неликвидом, и ее не продать. В общем, это мы обмусолим. Есть ли выход в этих ситуациях? Поэтому смотрите следующий наш выпуск, будет интересно, будет очень классный пример, как работает автотека. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, друзья, всем пока.